Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим последние новости, опубликованные на сайте Hermes Recovery. Поговорим о том, что делает так называемая администрация для восстановления базы данных и каким образом они собираются возобновлять вывод средств. Последняя новость, опубликованная на сайте Hermes Recovery, датирована 9 декабря 2022 года. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению данной новости, предлагаю немножко вернуться назад и посмотреть более ранние новости. Например, новость от 12 октября 2022 года. Здесь интересная цифра опубликована. Параллельно проводим анализы сверку базовых финансовых показателей, балансов и транзакций. На данный момент обработано 20% от необходимого объема. То есть у нас есть конкретная дата 12 октября и на тот момент обработано 20% от необходимого объема. Хорошо, зафиксируем для себя эту цифру и перейдем к новости от 25 ноября. Здесь уже написано, обработано 87% информации с восстанавливаемой базы данных. То есть 12 октября было 20%, 25 ноября 87%. Сколько разница составляет? Правильно, 67%. А промежуток между двумя датами 12 октября и 25 ноября составляет 44 дня. То есть за 44 дня было дополнительно обработано 67% информации. Не сложно подсчитать. Соответственно, чтобы обработать полностью базу данных, то есть довести до 100%, на тот момент, на 25 ноября, оставалось всего лишь 13%. До 100%, чтобы довести. Так вот эти 13%, если учитывать, что они обрабатывают примерно 1,5% в день, в принципе, буквально за неделю, за 7 дней, я думаю, они могли бы уже закончить. То есть, если судить по той скорости, с которой они обрабатывают базу данных, по логике, уже где-то на первой неделе декабря они должны были бы закончить. И давайте смотреть, что же конкретно они написали как раз 9 декабря. Читаем. Уважаемые клиенты, перед Новым годом мы подвели итоги проделанной работы по созданию новой системы на основе полученных данных. Делимся с вами информацией по достигнутым результатам и планами на 2023 год. Обо всем по порядку. Мы успешно запустили личные кабинеты с балансами и транзакциями наших клиентов. Организовали работу службы поддержки, которая отвечает на ваши вопросы без выходных. Для тех, кто не может попасть в свои кабинеты, организована почта для помощи и, соответственно, подготовлен дополнительный оператор. Все ваши вопросы по сверке счетов классифицируются на категории и решаются в порядке очереди. Разработан блок верификации, который доступен всем. Мы получаем массу вопросов по времени ее прохождения. Сохраняйте, пожалуйста, терпение. В порядке очереди все будут обработаны. В настоящий момент к нам поступило уже более 100 тысяч заявок. 40% из них обработано. Верифицированным клиентам доступны внутренние переводы. Приоритетом настоящей работы является оказание помощи в получении доступа к лицевым счетам, смена персональных данных, обработка заявок по верификации и решение спорных вопросов по сверке балансов. Несколько месяцев назад, когда только появилась возможность заходить в свои кабинеты на сайте Hermes Recovery, действительно от некоторых участников были жалобы, что они не могут попасть в свои кабинеты. И, как мы видим, здесь написано, для тех, кто не может попасть в свои кабинеты, организована почта для помощи и, соответственно, подготовлен дополнительный оператор. То есть это, в принципе, правильный шаг, потому что иначе люди оказывались в тупике. То есть в кабинет они попасть не могут и, соответственно, обратиться в техподдержку тоже. Если, например, вы относитесь к числу людей, у которых были проблемы с доступом в личный кабинет, пожалуйста, напишите в комментариях, удалось ли вам попасть. В нашем телеграм-чате я проводил опрос. Тема опроса. Сколько дней заняла верификация с момента загрузки документов? 8% проголосовали 1 день, 3% 2 дня, 7% 3 дня, 4 дня 0%, 5% 5 дней, 1% 6 дней, 2% 7 дней, 8% более 7 дней, 34% документы в процессе проверки и 32% я не участвовал в верификации. Как видим, у многих верификация проходит достаточно долго, о чем написано в этом тексте. Разработан блок верификации, который доступен всем. Мы получаем массу вопросов по времени ее прохождения. Сохраняйте, пожалуйста, терпение. В порядке очереди все будут обработаны. В настоящий момент к нам поступило уже больше 100 тысяч заявок. 40% из них обработано. Это у нас новость от 9 декабря. На дворе у нас 17 декабря. То есть прошло еще 8 дней. Соответственно, количество обработанных заявок, я так понимаю, больше. Как известно, те люди, которые активно пользовались обменниками и продавали внутрянку, получали средства на свою банковскую карту, имеют сейчас определенные сложности, потому что те люди, которые переводили им средства, у них на руках остались банковские документы, выписки с их счета, что конкретный гражданин получил денежные средства. И, соответственно, в судебном порядке эти транзакции оспариваются. Я еще несколько месяцев сказал, что открытие внутренних переводов до того момента, когда будет открыт официальный вывод с баланса, может привести опять к очередным проблемам. То есть, по сути, это наступание на одни и те же грабли. То есть, еще не налажен нормальный вывод из кабинета в Гермес, а при этом уже работают внутренние переводы, что опять-таки приводит к желанию людей по любой стоимости избавиться от своей внутрянки. И в нашем чате я делал опрос, за сколько вы готовы продать внутрянку ВСТ, если есть желающий купить ее сейчас. 46%, то есть почти половина, указала, что хочет продавать по 50-60 рублей. 10% 40-50, 4% 30-40, 4% 20-30, 3% 10-20 рублей. За 5-10 рублей никто не готов продавать, 0, но зато есть 4% готовых продать за 1-5 рублей. 3% готовы отдать даром, 19% проголосовали не хочу продавать и 7% у меня нет внутрянки ВСТ. То есть, мораль в чем, что, конечно, никто не мешает хотеть за свою внутрянку 50-60 рублей или 40-50, но подумайте сами, если есть желающие продать ее за 1-5 рублей, а кто-то даже даром готов отдать, то насколько реалистично верить в такие ожидания. То есть, как я и говорил в предыдущих видео, когда люди видят, что до сих пор нет нормального вывода из кабинетов, а похоже, что в этом 2022 году его и не будет, потому что в тексте объявления мы уже читаем про 2023 год, то люди, соответственно, считают, что лучше уж тогда избавляться от этой внутрянки по минимальной стоимости. Также я делал следующий опрос, удалось ли вам продать внутрянку ВСТ и за сколько? 5% проголосовало, что якобы им удалось продать за 40-60 рублей, в чем я сильно сомневаюсь, потому что, повторю, есть люди, готовые продавать буквально там за 1-5 рублей. Поэтому, кто там нашелся желающий купить за 40-60 рублей, это большой вопрос. 1% якобы продал за 30-40 рублей, 1% за 20-30, за 10-20-0, за 5-10-0 и якобы 1% продал за 1-5. 35% проголосовали, пока не удалось продать, то есть желание продать есть, но, видимо, пока еще не нашлось покупателя, которого бы устроила цена. 26% проголосовали, что вообще не хочу продавать и 31% нет внутрянки ВСТ. Планы на будущее. Совсем скоро будет начислен инвестиционный доход за февраль 2022 года. Это даст нам возможность протестировать созданный нами алгоритм начисления доходности и получить от вас обратную связь. Сразу хочу отметить, данное объявление датировано 9 декабря 2022 года. На дворе уже 17 декабря, то есть прошло 8 дней, но что-то пока мы не видим. То есть в тексте сказано совсем скоро, то есть вроде бы как уже в ближайшие дни это должно произойти, а именно начисление инвестиционной доходности за февраль, но пока мы этого не видим. Во-первых, мы завершим сверку самого сложного по восстановлению месяца из-за сильно нарушенных транзакций, то есть имеется в виду, насколько я понимаю, февраль. Во-вторых, мы выведем результат на момент остановки системы и начислим прибыль на 1 марта 2022 года. Это даст нам отправную точку для анализа и последующей оценки активов, а также сложившейся финансовой ситуации. В 2023 году мы продолжим работу над интеграцией с новой системой и переходом на блокчейн с целью расширения возможностей ваших личных кабинетов. Следите за новостями. С уважением, администрация. Итак, как здесь сказано, ближайшие планы это именно начислить инвестиционный доход за февраль. Кстати, из всего этого текста я не увидел конкретного сообщения, что мы завершили проверку и восстановление базы данных. Здесь как раз сказано, мы завершим сверку самого сложного по восстановлению месяца из-за сильно нарушенных транзакций. То есть, возможно, что этот процесс еще продолжается. И обратите внимание, главное предложение в данной новости. В 2023 году мы продолжим работу над интеграцией с новой системой и переходом на блокчейн с целью расширения возможностей ваших личных кабинетов. То есть, понятное дело, что до конца 2022 года остается всего две недели. То есть, явно, что ожидать подключения какого-то там вывода или чего-то, думаю, что не стоит. Потому что здесь конкретно сказано, в 2023 году мы продолжим работу над интеграцией с новой системой и переходом на блокчейн. Но, опять-таки, 2023 год это понятие растяжимое. Это может быть январь 2023 года, март 2023 года, июнь, а может быть декабрь 2023 года, да? То есть, сказано очень так размыто и абстрактно. В 2023 году мы продолжим работу над интеграцией с новой системой. Ну, в общем, получается примерно как и в течение предыдущих месяцев. Мы, ребята, работаем, мы тут восстанавливаем, у нас там большие планы, а в 2023 году мы продолжим эту активную работу. Никаких конкретных сроков по завершению работ, по возобновлению выплат пока в данной новости мы не видим. По поводу вывода в нашем телеграм-чате я провел следующий опрос. Когда владельцы кабинета в Гермес-рекавере смогут начать выводить средства? 3% проголосовали в декабре 2022 года, но до конца декабря остается 2 недели. 33% проголосовали в январе-феврале 2023. 11% в марте-майе 2023. 2% в июне-декабре 2023. 32% уверены, что никакого вывода не будет. А 19% проголосовали, поживем, увидим. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы по данному поводу думаете. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok